Ку-куха! Ку-кушечка маленькая моя, ты на месте? На месте. Ну и хорошо, она всегда на месте. Начали! Ку-ку! В ракурсе нет политики. Оценка обстановки выглядит следующим образом. В большой игре мировых проектов, кон, розыгрыш которого начался в 21-м году и закончится в 24-м году, заказали евреи-каббалисты с планом Соломона. Мы переберемся жить к вам! Готовьте хлеб-соль! Однако активную часть в розыгрыше играет Ватикан. Ватикан взялся за реванш черному традиционалу. Ватикан – это папа Франциск-Изуит. Изуит – это черное солнце. Сама фабула этого розыгрыша – это рыцарские ордена поднялись в схватку с ложами, масонскими ложами. Масоны. Действительно? А кто это? Вольные каменщики. Собственно говоря, кто там? Изуиты, а дальше там и мальтийцы, там и всякие прочие тамплиеры и прочие, значит, они воюют с кем? Прежде всего с иллюминатами. И с франкмасонами, и иановым масонством. Иоанново масонство – это Франция, это оплот масонерии. Франция – оплот либерализма. Поскольку за кулиса приняла историческое решение о том, что масонерия и либерализм, значит, больше не актуальны, их надо вывести из президиума. Но масонерия не сдаётся. Для того, чтобы Францию как-то втянуть в реванш чёрного национала, а чёрный национал – это национал-социализм, чтобы уж совсем понятно было. Направо их. Все спорят, у кого кровь вкусней, да нос ровней. А как это сделать? Вот запустили, понимаешь ли, в безмятежную Францию, значит, мятеж кого? Будет сделано. Служу стабильность. А кто там против-то? В телевизор пальцем не показывают, что речь идёт о ком? О арабах, о неграх, репатриантре из Африки. Кто бузит-то? Нам не показывают, специально не показывают, в телевизор никогда никто пальцем не покажет, кто там бунтует. А смысл какой? Заставить французов ввести чрезвычайное положение и начать чего? Вспомнить, понимаешь ли, бремя белого человека, начать давить, унасекомлять вот этот вот мятеж Африки. Вот в чём состоит замысел за кулисы. Этот замысел находится внутри розыгрыша большой игры 1921-1924 год. Чёрный интернационал. Это от папы идёт, это идёт от Ватикана. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Росмейстер думал, с ним шахматы играли. Офицерия – это кошелёк. Там вопрос, понимаешь ли, а деньги где? Деньги, ЗИН, где? Характеристика новой эпохи – это переход из индустриального общества в информационное общество. А как и кто будет переходить в информационное общество, какими путями? И ближайшая задача 1925 года – это новый валютный мир. А где находятся мастера денежных дел? Где, собственно говоря, там авуары? Они находятся в нейтральной Швейцарии. Вот почему Швейцария. В Швейцарии-то это что? Надо вспомнить открытие Гатарского туннеля. Чистый шабаш был, понимаешь ли, сатанинский. Поэтому и Швейцария тут же, конечно. Да, старые друзья. Всё закончится в августе месяце. По замыслу, по замыслу. Другое дело, будет выполнен замысел, не будет исполнен замысел. Но всё это будет к еврейскому Новому году, подарок к празднику. Какие разведные признаки? Китайцы всё поставили на стоп. Российско-китайские отношения стоят на стоп. Ничего не происходит. Вообще ничего. Одни слова, дел никаких. А разморозка, какая-то движуха, начнётся только в сентябре. В сентябре, октябре, ноябре. Вот это разведпризнан с китайской стороны. Значит, по замыслу плана Соломона, согласованного с китайским проектом Великого Единения, специальная война операция должна закончиться к еврейскому Новому году. Эх, ноябрит. Эх, ноябрит. Эх, ноябрит. Эх, ноябрит. Эх, ноябрит. Эх, ноябрит. Продолжение следует...